Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, ваш дорогой друг Александр Уманчул. И сегодня я бы хотел посмотреть парочку коверов отличной артистки, интересной певицы Алисы Супруновой. Многие подписчики писали мне, очень много писали и просили, чтобы я посмотрел несколько ее коверов и записал хоть одну реакцию на хоть один ее ковер. Я решил, что да, 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 это может быть интересно. Тем более я слышал Алису, Алиса очень интересная певица. Для сегодняшней реакции я выбрал песню Виктора Цоя «Кукушка» и песню «Ласкового мая, седая ночь». Думаю, что это резкий контраст. И можно будет и на том, и на другом произведении открыть для себя какие-то интересные грани Алисы. Поэтому, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте свои лои, если сейчас будет жарко. Алиса Супрунова в студии. Алиса очень часто записывает ковера на своем YouTube-канале, поэтому переходите по ссылке на ее YouTube-канал, подписывайтесь на нее. А мы начинаем, друзья. Алиса Супрунова, «Кукушка». Очень ровненько звучит. Камнем лежать или гореть звездой, звездой. Солнце мое, взгляни на меня. Ну, какой красивый низ-то, а. Моя ладонь превратилась в кулак. Он не очень озвученный, но такой с хорошим субтоном. Если есть порох, дай огня, вот так. Вот что можно сразу, да, проследить, заметить, что у Алисы хорошо стоит дыхание. Очень ровные протяжные ноты и на субтоне, и на вибрато. Сейчас, я думаю, что у нас скакнет на октаву вверх, и можно будет услышать и ее белтинг. Ну, не сразу, наверное, через куплет еще. Очень симпатичная молодая девушка, красиво поет. Кто пойдет по следу одинокому, сильные да смелые, головы сложили в поле, в бою. Малый, кто остался в светлой памяти, в трезвом уме, да с твердой рукой в строю, в строю. Солнце мое, взгляни на меня. Вот и белтинг наш, кстати, белтинг Алиса выстраивает, да, от такой полуфольклорной манеры. Причем я бы даже назвал это полубелтингом, то есть это что-то среднее между белтингом и миксом. Воу, классно, классно. Причем так как-то без какого-то супер напряжения, очень плавно из такого субтона низкого перешла на хороший, насыщенный, плотный голос, звукан. Моя ладонь превратилась в кулак, и если есть порох, дай огня, вот так. Да, крутые-крутые полубелтинговые ноты. Причем видно, что, скорее всего, поет в режиме реального времени. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, извините, что останавливаю на таком эмоциональном моменте, но хочется отметить, да, почему прослеживается, да, на ухо немножко фольклорная, народная такая, немножко. То есть она есть, это только за счет того, что есть некая жесткость в гортане, легкая жесткость. Она, это не супер расслабленное, да, пение, как там в мюзикле каком-то. Здесь есть эта жесткость, благодаря ей, собственно, и создается такой полетный и пробивной белтинг. Но это звучит очень аутентично, в этой песне прям круто заходит. Мелизмики очень интересные. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. Вот так. Вау, друзья, слушайте, ну, это круто было. Это было прям крутецки спето. Я могу сказать даже, что по моему личному субъективному мнению, Алиса спела эту песню лучше, чем Полина Гагарина, потому что у Полины всегда есть такое, знаете, немножко расширенное и гортанное жесткое звучание. Здесь этого меньше, здесь больше полетности, здесь больше перехода в такой полубелтинг, именно хорошо микстуется голова с грудью. Это гораздо как-то слушается более аутентично, еще раз повторю. Беру кавера постарше, да, там, двухлетней давности, но те, на которых много просмотров. Интересно. Если люди смотрели, значит, им было интересно. Все просто. Стоит микрофончик, название песни, стена, Алиса. Вот это поворот! Так. Пошла вон. Долбаные. Интересно, интересно, что можно с этой песней сделать такого, чтобы она звучала как-то... необычно. Нет, друзья, такие песни нужно записывать реально вот с клепаками, с экшеном, но это блог, личный блог. Я не знаю, что сказать тебе при встрече. Не могу найти хотя бы пары слов, а недолгий вечер, а недолгий вечер, скоро станет ночью темною без снов, а недолгий вечер, а недолгий вечер, станет ночью темною без снов. Я снова седая ночь, и только ей доверяю я, как тоненько-тоненько, хорошо. Знаешь, седая ночь, ты все маникал, еще этот биток такой драманбейсный, но даже и ты помочь, не можешь и темнота твоя, нет, даже не драманбейсный, какой-то такой трэпчик. Талантливая девушка, отличный голос, красивая, молодая, и голос такой тембрально чистый. И опять напрасно собираюсь я все рассказать сейчас. Сейчас будет что-то экшот. И опять напрасно, и опять напрасно собираюсь все сказать сейчас. И снова седая ночь, и только ей доверяю я, знаешь, седая ночь, ты все мои тайны, но даже и ты помочь, не можешь и темнота твоя, мне одному совсем, совсем ни к чему. И только ей доверяю, снова святая, снова святая ночь. Блин, где продюсеры? Почему Оля Бузова популярна, а Алиса Супрунова ковера выпускает только на своем канале? Почему она не популярна на всю Россию? Что за фигня? Продюсеры, вы че, блин? Фадеев, кто там у нас еще? Меладзе. Вот, артистка. Готовая. Причем очень современно, звучит очень стилевенько. Пора самому становиться продюсером и раскручивать артистов, на этом зарабатывать миллионы. Воу, воу, классно, классно. Здесь не было какого-то супер-вокального разброса, но здесь было все очень стильненько, очень классно и драматургически, так начиная с тихого субтона, заканчивая хорошим форте. Мне понравилось, друзья. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Кстати говоря, я еще раз повторяю, это не реклама ни в коем случае. Я действительно от чистого сердца предлагаю вам перейти на канал к Алисе Супруновой, подписаться на него и слушать прекрасные кавера в ее исполнении. Здорово. Вау. Прям было бы интересно даже посотрудничать, может, какую-нибудь совместную песню сделать. Интересно. Алиса посмотрит эту реакцию. Алиса, если ты посмотришь эту реакцию, гофит делать. Не забывайте подписываться на канал, ставить свои лукасы, рассказывать о канале друзьям, писать комментарии, подписываться в Телеграм, в Инстаграм, в группу ВКонтакте, куда угодно. А можете не подписываться, это на самом деле личное дело каждого. С вами был, как всегда, Александр Уманчук, ваш дорогой друг. Не забывайте про меня, заходите, заглядывайте, смотрите видосы. Всем пока. Всем до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok